Мама мыла Здравствуйте! Меня зовут Вера Корнилова. Я нахожусь в Москве в своем магазине Мама мыла. Сегодня я покажу два способа, как можно подчеркнуть рельеф в однотонном мыле с помощью перламутра. Сварим самое простое мыло. Я буду использовать органическую мыль на основу. Она сварена из неочищенных масел и поэтому не прозрачная и имеет желтоватый оттенок. Окрашу мыло я с помощью пищевого масляного красителя. А подчеркивать рельеф буду золотым перламутром. Для дополнительного ухода за кожей я добавлю жирное масло виноградной косточки. А пахнуть мое мыло будет эфирным маслом можжевельника. Пройдемте в аудиторию. Именно здесь мы проводим наши бесплатные мастер-классы три раза в неделю. Работать с органической основой так же просто, как и с обычной. Ее нужно нарезать на кусочки и нагреть в микроволновке. После переплавки она станет немного прозрачнее, но незначительно. Помещаем ее в стакан и нагреваем в микроволновке. Основа нагрелась и стала жидкой. Добавим в нее выбранные ингредиенты. Жирное масло добавляем. Так же, как и в обычную, до 1,3 чайной ложки. Эфирное масло можжевельника. И добавляю зеленый краситель. Мне удобнее просто в нем испачкать палочку и сразу размешать. Так, пока цвета у меня мало. Сейчас еще раз повторим. Вот так вот. Да, такой цвет меня устроит. Для скорости я буду использовать сразу две одинаковые формочки. Но они неустойчивые. Они не стоят на поверхности стола. Поэтому я выберу контейнеры, чтобы в них уже поставить формочки. Заливаем нашу основу в одну формочку и в другую. Пузырьки удаляем спиртом. Осталось дождаться, когда у нас они застынут. Наше мыло остыло. Можно достать. Для этого нажмем по краям, чтобы прошел воздух. И мыло у нас в руках. Сейчас я со вторым то же самое сделаю. По краям. Ой, само. Отлично. Итак, как можно подчеркнуть рельеф в этой форме? Вариант номер раз. Нанесите небольшое количество перламутра на кисточку. И сверху нанесите перламутр на поверхность рисунка. Старайтесь, чтобы перламутр красил только выступающие части. Таким образом мы подчеркиваем наш рисунок. Это вариант номер один. Теперь показываю вариант номер два. Берем ту же кисточку, тот же перламутр, но стараемся попасть между. Чтобы оно дошло до дна. Прокрашиваем до конца. А теперь берем салфеточку. И верхний слой стираем. И у нас золото остается только внутри. Посмотрите. Одна форма, один перламутр, а эффекты совершенно разные. Чтобы скачать шпаргалку к этому мастер-классу, нажмите вот сюда. Когда вы скачаете все шпаргалки к нашему сериалу, у вас получится целая книжка. До свидания.